Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости. В студии Владислав Конорев. Смотрите сегодня выпуски. Вода в центре города. Прорыв трубы на перекрёстке Ленина и Пушкина затопил тротуар. Спил девочку и скрылся. Виновника ДТП ищут с конца августа. Спор из-за проезда. Жители Погорького, 47, жалуются на некачественный ремонт. Опасны ли арбузы? Межобластная ветеринарная лаборатория исследовала сладкую ягоду. Кому работать, а кому нет? День HR-менеджера отмечают сегодня. Орлята учатся летать. Школьники приняли участие в военно-спортивных играх. На перекрёстке улиц Ленина и Пушкина внезапно открылся бурлящий источник. Только далеко не природный. Прямо под новеньким тротуаром прорвало трубу. Отключение водоснабжения – последствия для жителей ближайших домов. На месте событий побывала Елена Карпенко. Настоящая река разлилась на перекрёстке Пушкина и Ленина. Прорыв трубы случился около четырёх часов дня. Зрелище сразу собрало толпу зевак. В течение получаса вода заполнила тротуар и мощным потоком затопила улицы. На место оперативно прибыли специалисты водоканала и электросети. На перекрёстке Ленина и Пушкина произошёл порыв сетей водопровода. Всё определится уже после того, как мы выкопаем этот порыв. Порыв будет устранён в установленной нормативной сроке. Для города это не будет никакими последствиями чревато. Единственное, что наши абоненты некоторое время будут без воды. Причина прорыва пока не ясна. Спецтехника поднимает асфальт и почву. В толще земли рабочие отыщут трубу и устранят поломку. А вот новеньким асфальтом, который совсем недавно уложили, придётся пожертвовать. Но с этим вопросом спецслужбы тоже разберутся. Пробный запуск провели на ведомственной котельной, что отапливает дома улицы Попова. Этим летом жители района попросили главу администрации навести порядок в их районе. Ведь несколько лет в сезон холодов люди в квартирах замерзают. Температура в жилых помещениях не поднимается выше плюс 16. Ольга Муравьёва с подробностями. Тем же составом, но почти месяц спустя. Комиссия специалистов прибыла на улицу Попова. Сегодня утром на ведомственной котельной, которая отапливает многоэтажки, этого двора дали пробный запуск. Такая необходимость возникла из-за жалоб жителей. Главная претензия – в квартирах очень холодно зимой. У нас такая проблема. У нас полностью открыта теплотрасса. Мы отапливаем, в сущности, улицу. Мы платим очень большие суммы за отопление. Зимой у нас холодно. Хотя наш дом самый первый от котельной, но если сильные морозы, то у нас очень холодно. Местные жители попросили помощи у главы администрации. В этот район Евгений Корш только за лето приезжал дважды. На последнем сборе решили – военные должны привести в надлежащее состояние свое имущество. Ведь, по словам людей, теплотрасса разваливается. Рабочий только один котел. Крыша давно дала течь. Какое уж тут тепло зимой. Дома к нам пришли под управление в мае 2017 года. При начале запуска, при начале топительного сезона возникли проблемы с низкой температурой в квартирах. Были массовые обращения жителей домов 118 и 116 по улице Попова. Были выездные комиссии, составлялись акты, фиксировалась низкая температура. В наш адрес жалоб не поступало. Рапортует представители Министерства обороны. Однако летние месяцы даром в кочегарке не прошли, продолжают военные. Отремонтирована крыша и насосное оборудование. К работе готовы все пять котлов. А вот трубы, несущие тепло в дома, по-прежнему в плачевном состоянии. Поддерживалась теплотрасса, в рабочем состоянии производился ее мелкий ремонт, где что возможно было подремонтировать. В настоящее время ожидаем прихода утеплителя, материала для участков, которые требуют утепления на теплотрассе, чтобы произвести ее ремонт. Пробный запуск оборудования на котельной прошел успешно. На воде в дом специалисты зафиксировали стандартные показатели. Управляющая компания вовремя произвела промывку и опрессовку внутридомовых сетей. Комиссия вынесла вердикт. К отоплению готовы. Дальше вопрос стоит такой. Если теплоноситель у нас приходит нормальный к домам, то значит почему в квартирах холодно? Ответ на этот вопрос еще предстоит найти. Остается надеяться, что поиски продолжатся не зимой. Жители настроены отстаивать свои права дальше. Специалисты администрации округа обещают не быть в этой проблеме сторонними наблюдателями. А теплотрасса тем временем зияет голыми трубами. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В конце августа 15-летнюю девочку на зебре сильно задел автомобилист. Виновника ДТП до сих пор разыскивают. Родители пострадавшей и инспекторы ГИБДД просят помощи у очевидцев. Перекресток Некрасова-Агеева. Ежедневно дорогу здесь переходят десятки людей. Много детей направляются в школу номер 6. 21 августа на зебре по Некрасову сбили 15-летнюю дочь Нотарьи. Легковой автомобиль выезжал с Агеева в сторону центра города и не уступил дорогу пешеходу. После того, как сбили, она пришла домой в крови и грудь, там камни. Говорит, мама, меня сбила машина. Ну и все, я вызвала скорую. Водитель с места аварии скрылся. На кадрах с камеры наблюдения заметно, что транспорт остановился недалеко от пешеходного перехода. Из машины вышел мужчина, огляделся и тут же вернулся в автомобиль. И уехал. ДТП случилось в 20.30. Уже было темно. Поэтому на видеозаписи номера легковушки не видно. Разыскивается автомашина Тойота Пассо. Предположительно серого цвета. Год выпуска 2010-2011. Просьба свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия обратиться в дежурную часть госавтоинспекции по городу Уссуриску по номеру телефона 26 96 59. Яна, дочь Натальи, сниматься в сюжете отказалась, а мама переживает. Во-первых, потому что виновник должен быть наказан, говорит женщина. Во-вторых, подростку теперь сложно психологически переходить через дорогу. Она боится ходить в школу. Либо я утром веду, если я не на работе, либо друзья, одноклассники. Вот с этого, с нашего дома. Наталья и сотрудники ГИБДД обращаются к уссурийцам. Если кто-то видел момент ДТП, сохранилось видео с регистратора или знает виновника, сообщите в госавтоинспекцию. Напомним, за то, что человек покинул место аварии, грозит лишение водительского удостоверения. Екатерина Рехтина, Роман Адонин, Телемикс. Еще больше льгот получат приморцы в 2020 году. По поручению губернатора края Олега Кожемяка, уже с января обладателем звания «Почетный гражданин и почетный житель Приморского края», достигшим пенсионного возраста, будут выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно, а также по 15 тысяч единовременно ко дню Приморского края. Также социальная поддержка коснется работников краевых, государственных и муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, но только тех, кто живет и работает в селе, а также имеет высшее или среднее образование. Таких жителей края освободят от уплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Не имеющие профобразования могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. Законопроект также расширяет список тех, кто имеет право на присвоение звания ветеран труда Приморского края. Теперь почетный знак смогут присвоить активистам профсоюзных организаций. Наличие почетных грамот остается обязательным условием. Междворовый проезд стал причиной скандала. Часть жителей 47-го дома по улице Горького недовольна ремонтом придомовой территории, которую делают по программе формирования комфортной городской среды. Компромисс спорщики не могут найти ни с соседями, ни со строительной компанией. Подробности выясняла наша съемочная группа. Страсти на Горького 47 кипят не первый день. Домком, инициативная группа жителей, представители строительной компании и стройконтроля все в сборе. На повестке дня вопрос о качестве выполнения ремонтных работ. Суть конфликта – якобы ширина междворового проезда не соответствует той, которая заложена в проекте. И теперь машинам не разъехаться. 4,6 метра она вся идет. Не написано, что 4,6 в начале и 3,5 метра в конце. Мы установили бордюр в соответствии с теми границами, в которых он стоял ранее. Изменить конструкцию двора мы не можем, так как программа не предусматривает реконструкцию. Программа предусматривает капитальный ремонт придомовой территории. В этом году дом попал в программу формирования комфортной городской среды, благодаря которой во дворе производят капитальный ремонт междворового проезда. Что подразумевает лишь восстановление существующего полотна с сохранением всех границ. Изменение же параметров проезда – это реконструкция. Без согласования с жильцами такие работы производить нельзя. Сейчас проблема стала в том, что здесь две машины не разъедутся. А я считаю, что это не для машин, а для того, чтобы люди ходили, не спотыкались. У нас есть инвалиды, есть старенькие люди. Асфальт уже весь разбитый за 42 года. Поэтому я считаю, что очень даже хорошо и большое спасибо администрации, что выделили деньги и делают нам двор. За счет того, что прежние бордюры были разбиты и практически сравнялись с землей, ширина проезда визуально казалась больше. И автомобили могли разъехаться, заезжая на территорию двора. После установления нового бордюрного камня такая возможность исчезла. Чтобы донести жителям, что все нормы соблюдены, директор строительной компании предложил собрать комиссию специалистов, которая определит, есть нарушение или нет. В случае необходимости недочеты строители обещают устранить. Марина Роман, Антон Войцеховский, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. Опасны ли арбузы? Межобластная ветеринарная лаборатория исследовала сладкую ягоду. Кому работать, а кому нет? День HR-менеджера отмечают сегодня. Орлята учатся летать. Школьники приняли участие в военно-спортивных играх. А скажите, папа, мама, почему берем всегда мы только Янту в магазине? Янты полные корзины. Только Янте доверяем, потому что точно знаем, без обмана, без вреда, это честная еда. Все российское, родное, где мы выросли с тобою. Здесь соседи наших труд, тех, кто рядышком живут. Янта, есть вкусно. Автошкола «Лада» проводит наборное обучение кандидатов к водителям по различным категориям. Уссуриск, улица Некрасова, 22, 34-й Трест, 2-й этаж, офис 202. Люхера, 51, база Орса, кабинет 3. Телефоны 22-99-00, 22-99-88. Автошкола «Лада», начинай движение с нами. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. Сезон урожая в любом микрорайоне города. Сейчас можно встретить лотки с арбузами. Полна осенней ягодой и городская ярмарка. Мы решили узнать, насколько экологична продукция у разных фермеров. И проверили арбузы на нитраты, пестициды и тяжелые металлы. Ранняя осень, пора урожаи. Сельскохозяйственная ярмарка каждый четверг и пятницу привлекает сотни горожан. Мы решили проверить качество сезонного угощения с местной бахчи – арбуза. Для этого отправились по торговым рядам и приобрели несколько экземпляров. Первый арбуз для экспертизы мы уже купили. Сейчас я отмечу этот экземпляр номером один. Арбузы с Алексея Никольского сахарные и сочные. Фермер Анатолий Лоха уверяет, никакой химии при выращивании плодов не использовал. Поэтому на 100% гарантируют качество и экологичность продукта. Правда, и цена здесь вдвое выше, чем везде – 50 рублей за килограмм. А эти маленькие арбузики из Васильевки. За один килограмм просят 25 рублей. Но и в качестве тоже уверены. С арбузами мы отправились в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию, чтобы исследовать образцы на нитраты, пестициды и тяжелые металлы. Процесс непростой. Подопытную мякоть разбавили, поместили во встряхиватель, нагрели, поменяли давление, извлекли экстракты, отфильтровали и выпарили до влажных солей. Вот все лишнее, оно перейдет сейчас в серную кислоту. Серная кислота это все сожгет. Остаться должен прозрачный, чистый экстракт. Вот здесь, наверху. Исследования на пестициды и металлы проводятся около трех рабочих дней. А вот результат по нитратам можно получить через пару часов после того, как сдал образец на анализ. Арбузы хорошие. Те, которые вы приобрели на рынке, сами видели, что анализ делается очень быстро. Поэтому любой может обратиться, если есть сомнения к нам. Анализ мы выдадим результат в течение двух часов. Наличие нитрата в плодах не обязательно говорит об использовании удобрений фермера. Эти компоненты могут попасть и через почву. Тогда уровень не будет превышать пределов нормы. 60 миллиграммов на килограмм. В наших образцах 30 и 34 миллиграмма на килограмм. Специалисты лаборатории рассказали, как вредные элементы таблицы Менделеева могут попасть в землю. Необходимо очищать посевы от сорняков. Будут использоваться гербициды. Чтобы не ели их жучки, будут использоваться именно инсектициды. Чтобы не поражались растения грибковыми заболеваниями, будут использовать фунгициды. По результату экспертизы ни один показатель в обоих плодах не превышен. А значит, на центральной площади арбузы местных фермеров можно брать смело. Если есть сомнения, всегда можно обратиться в межобластную ветлабораторию в Тимирязевке. Цена зависит от количества анализов. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают HR-менеджеры. Это люди, которые занимаются управлением персонала. Но в чем именно заключается их работа? С HR-специалистом встретилась наша съемочная группа. Небольшой кабинет, стол и ноутбук. Больше для работы здесь Анне Спицына и не нужно. Женщина HR-специалист. В этой профессии Анна Владимировна почти 20 лет. Сначала занималась подбором персонала. Сейчас ее дело управление человеческими ресурсами. На сегодняшний день мы выполняем полностью функции, берем на себя службу управления персоналом компании бизнес-партнеров. То есть это и обеспечение персоналом компании, это и развитие персонала, мотивационные схемы, материальная мотивация, нематериальная мотивация, обучение персонала обязательно и оценка персонала. В первую очередь HR-менеджер ищет специалистов, управляет персоналом, оценивает работу сотрудников, мотивирует. Такой человек сотрудничает и с руководством компании, и с коллективом, и с теми, кто ищет работу. Это одновременно менеджер, психолог, волшебник и спаситель. Некоторые HR-ы помогают и людям в трудоустройстве. Я вот еле-еле нашла себе работу. Нашла. Сейчас работаю. Работы очень много, но доход не всегда устраивает. Именно из-за дохода чаще всего не подходит то, что ты бы даже, может быть, хотел бы работать в этой сфере, но зарплата очень маленькая. Положен. Но работа есть. Вы знаете, я пенсионерка, но я работаю. Кто хочет, тот находит. Я считаю так. Так. Отлично. А как вы думаете, как человек должен себя ввести на собеседование, чтобы ему, вот, его взяли на работу и должность ему не нужную предложить? Ну, я знаю, что есть перечень вопросов, на которые нужно правильно отвечать. Корректно, спокойно, уверенно. Надо себя ценить. Быть честным, открытым. И тогда точно возьму? Ну, я думаю, что да. 547 безработных. Столько уссурийцев зарегистрированы официально в Центре занятости населения. Самостоятельно, по словам специалистов, поиском работы занимается еще больше людей. Иногда причина в том, что вы не получили должность, кроется в поведении на собеседовании. Психологи рекомендуют на собеседование в первую очередь необходимо прийти вовремя. Не забывайте про легкую улыбку. Сидеть нужно удобно. Сохраняйте зрительный контакт. Руки и ноги не скрещивайте. Это закрытая поза, которая может отпугнуть работодателя. HR-менеджеры отмечают, что рынок трудоустройства сильно изменился. Человек должен быть универсальным, то есть умеет делать многое. Совмещать в себе несколько профессий. В резюме рекомендуют вносить больше данных о себе, умениях и навыках. Тогда при подборе персонала HR-специалист обратит на вас внимание. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс. Школа управдома в действии. Мы продолжаем цикл программ, где специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства рассказывают о тонкостях управления многоквартирным домом. На этот раз поговорим об участии и в муниципальном конкурсе социально значимых проектов. Наши соседи многоэтажка, которая рядом, сделали детскую площадку по программе «Спортивный дворик». Говорят, что участвовали в муниципальном конкурсе и получили субсидию на реализацию своей идеи. Подскажите, как можно попасть в этот проект и сроки проведения самого конкурса? В январе мы начинаем прием проектов. Управление проводит экспертную оценку на их составляющие части в соответствии с порядком предоставления субсидий. Далее проекты, подходящие к данному порядку, выносятся на комиссию. И уже перед комиссией организации, которые проекты свои защищают в виде презентации, в виде слайдовой либо устной на бумаге, презентуют свои проекты. И комиссионно вносится решение о занятых местах. В этом году, в 2019-м, на конкурс было направлено 2,5 миллиона рублей, где за первое место получили одно место 500 тысяч рублей, два по 400 и три по 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. В основном это спортивные площадки, спортивное оборудование, в которое входит и установка, подготовка основания, турники, тренажеры уличные, где-то это может быть закупка спортивного инвентаря и оборудования для дворовых команд. То есть то, что заявители отражают в своих проектах. Требования к оформлению у нас прописаны в порядке. Это обязательно содержание, это актуальность, то есть востребовательность именно данного проекта на той территории, на которой планируется установка. Ну и, соответственно, смета, по которой будет потом устанавливаться. После реализации этого проекта мы принимаем отчет о целевом использовании субсидии, по которому оценивается наша программа. К состязаниям готовы! Более 120 школьников с 9 по 11 класс сошлись в военно-патриотической игре «Орленок». Эти соревнования 19 по счету. Цель встречи – проверить физподготовку подрастающего поколения и дать возможность ученикам окунуться в армейские будни. Это мероприятие у нас традиционное, проводится здесь ежегодно. Мы нашим детям рады. Я надеюсь, что всегда для них это проходит весело, им нравится. Вот смотрю на участников, вижу, что ребята занимаются этим с удовольствием. Это очень радует. Для участников подготовили большую полосу препятствий. Нужно было проползти под проволокой, преодолеть высоту, метнуть гранату. Настоящая гонка героев. Девятиклассник Юра Хоменко признает, что испытания непростые. Вместе со своей командой представлял ЦРТДЮ Силанова-Никольска. Самым сложным был это бег, потому что надо бегать больше. А интерес, ну, много интересного, потому что я второй раз уже. Ты второй раз? Да. Ну и как, есть какие-нибудь отличия вообще от первого раза? Лучше ты стал бегать, хуже преодолевать? Намного быстрее ночью бегать и дистанцию проходить лучше. Отжимания от пола, поднятие гири, зарядка рожка автомата, сборка-разборка оружия. Испытания на скорость. Многие школьники готовились заранее. Но, несмотря на тренировки, на практике столкнулись со сложностями. Да, трудности были. Автомат особо не разработан, не смазан. Если до этого мы разбирали в школе, подготавливались за неделю. Ну, автомат был немного полегче, правда. Все те же разборки, все те же детали. Просто немного тяжело это было. Когда финишировала последняя команда, прошло полдня. Жюри присудило первое место 11-й школе. А 30-е и 31-е заняли второе и третье место. Призерам вручили грамоты и сертификаты. Владислав Конарев, Антон Войцеховский, Телемикс. В эфире наша постоянная рубрика «Будем вместе». Вика – пятиклассница, прилежно учится и занимается творчеством. Но в ее светлой жизни не хватает родительского тепла и любви. Знакомьтесь с Викторией. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке автошколы «Фаворит У». Дети – это счастье. Меня зовут Вика. Я учусь в пятом классе мне 12 лет. Я люблю рисовать, люблю петь и танцевать. Вика в нашей группе уже 3 года. Девочка очень хорошая, спокойная, вежливая, тактичная. Правда, застенчивая. Стала девочка-котенка спать укладывать. Вот тебе под спинку. Мягкую перинку. Сверху на перинку чистую простынку. Очень любит рисовать. Она у нас, вот она, уже показала свои таланты. Петь любит, рисовать любит. С девочками дружелюбная в комнате, не ссорится никогда с девчонками. Очень большая фантазия, фантазерка она у нас. Ну, как и все дети, мечтает о семье. Да, очень часто рисует семью в рисунках. Поэтому, я думаю, ей хочется. Вот, может быть, она не говорит на словах, но в душе очень хочется иметь семью. По вопросам устройства детей в семью, обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу. Улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32-35-36. На этом пока все. В студии работал Владислав Конорев. Сюжеты также можете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok